Мы не сравниваем его ни с одним учителем человечества, как Будда, как Магомед и даже как Моисей. Мы, христиане, исповедуем его как единородного от Отца. Что же Господь показал нам? Кто хочет спасти и прийти к Отцу, пусть последует за Мною. А что Он сделал? Он соблёкся Своего всемогущества. Он облёкся сотворённой им формой. Форму не бытия, а экзистанс, бывания. Он прошёл истощание даже до конца, которого мы не можем достигнуть. И отдал Себя на убиение, на распятие. И за то получил Он имя, превыше всякого другого имени в земной истории или на небе. И Он пригласил нам этот путь. И так как Он говорит, мы, христиане, исповедуем Его как единородного от Отца, мы не сравниваем Его ни с одним учителем человечества, как Будда, как Магомед и даже как Моисей. Он не есть по рождению своему человеческий сын. Но по снисхождению своему, по попрощению, Он стал человеческим сыном. Оставаясь по существу творцом всего существующего. В символе веры говорится, вся тем выше. И в пророге Евангелия от Иоанна сказано, всё было через него, и ничто не было иначе. И вот Он совлёкся со всего этого и отдал Себя на распятие. Отсюда получается этот закон, который мы должны помнить на всякий час. что, отдавая нашу жизнь другим, воспринимая от них клевету, гонение, нищету, отвержение и даже смерть, взамен того, что мы даём в жизнь, нам платят тем, что нас нагружают своей смертью люди. И это наш путь. Читайте 16 главу А.Ц. Луки, где говорит Господь об этом. Это приблизительно 15 стих, где он говорит, что «Великая в человеческих мерзость есть пред Богом». Субтитры создавал DimaTorzok